Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко. Традиционно у меня в гостях человек, который занимается интересным делом, и мы об этом сегодня с ним поговорим. Константин Ившин. Всем добрый день. Как правильно представить Константину? Да меня не знаю даже. На данный момент управляющий директор двух заведений города Киров – это гастробар «Нобель» и «Дринкерия офшор». Гастробар и «Дринкерия». Но не буду скрывать, был и неоднократно уже в обоих заведениях. Должен сказать, что они очень необычны для нашего города. Об этом мы поговорим чуть позже. Давайте начнем с… Как вообще приходят в общепит? Как попадают и доходят до уровня управляющих директоров? Ну, моя история, я могу про себя, наверное, только рассказать. Моя история достаточно тривиальна, и таких историй много. Просто во время учебы в университете пошел подрабатывать где-то, ну и как-то так затянулось, все завертелось, закрутилось и остался. И уже сейчас открываете заведение? Ну, офшор был открыт не так давно, правильно? Офшор был открыт 1 января этого года, да. Ну, открываем давно заведение. Вообще, что сейчас с общепитом? Вот как-то разная информация. Я там по работе вижу некую статистику, которую нам госорганы выдают. И они говорят о том, что, собственно говоря, там растут обороты, все не так плохо. А с другой стороны, мы читаем Татулову из Андерсона, да, и много других видим сообщений о том, что посетителей им стало меньше. Конечно, там локдаун сказался достаточно серьезно на ограничении посещаемости. Плюс сейчас, насколько я понимаю, там серьезная достаточно проблема стоимости продуктов и их доступности. Какова сейчас вообще картина в общепитии? Что ощущаете и проживаете? Ну, смотрите, здесь есть разные нюансы, которые стоит учитывать. Давайте по порядку. Во-первых, конечно, сезонность имеет место для разных заведений. Например, говоря там про нашу drinker offshore, заведение такого летнего формата. Там мы открыли летнее кафе. Недавно, естественно, с летним кафе просто мест больше, гостей больше, товара, оборот больше. Но это сезонная история. В каких-то других заведениях, может быть, наоборот, там лето идет, спад. Поэтому тут, если там брать каких-то коротких периодах, там месяц, квартал, наверное, неправильно смотреть на рост. Я в целом по ситуации. Если в целом по ситуации, мы сейчас еще все-таки не пришли к пониманию о том, что у нас будет через полгода. И сейчас едем по-прежнему на ближнем свете. Вроде бы основные проблемы, которые у нас выскочили там в феврале, в марте, в апреле, удалось решить на данном этапе. Но это все пока. То есть мы будем смотреть, что будет впереди, какая будет обстановка. Как мы все знаем, сейчас курс доллара низкий. Поэтому это несколько облегчает, какой он будет дальше. Непонятно. Что с основными проблемами? То, что известно мне, и как их прокомментируете. Первое, кадры. Второе, продукты, и в том числе раз, дринкер спиртное, импортное. Ну и третье, это снижение, скажем так, рост стоимости. Рост расходов, при этом не соответствующий росту доходов. Что по этим трем? Ну, давайте по порядку тоже. Кадры. Здесь, наверное, многое зависит от того, зачем сотрудники приходят, как их удерживают. Ну, зарплаты, конечно, все здорово. Естественно, всем нужно обеспечивать себя. Но помимо зарплаты есть смысл какой-то, наверное, жизни, смысл деятельности. Ради чего просыпаться каждый день утром? Ради того, чтобы просто заработать там дополнительно на хлеб? Ну, наверное, это не совсем то, что задерживает сотрудников. Там, где есть сильная внутренняя мотивация в компаниях, там тьфу-тьфу-тьфу. Ну, сложности есть всегда, они всегда были, тем более там Киров не такой большой город. В Москве несколько попроще, наверное, с этим, но те, у кого есть сильная там внутренняя мотивация, какие-то миссии, может быть, сформулированные, прописанные в компании, у них более-менее все неплохо. Бывает, конечно, что-то там вылетает периодически, но в целом все нормально. Все работаем, все в рабочем режиме. Нет проблем с кадрами? Не могу сказать, что их нет, но не могу сказать, что они там настолько серьезные, что они все решаемы. Ведь бизнес, это вообще, что такое бизнес, это постоянное, ежедневное решение проблем. Нет проблем, нет бизнеса. Нет бизнеса, нет проблем. Как сказал один из крупных, там, каких-то, по-моему, американских бизнесменов, когда его спросили в уже преклонном возрасте о том, что такое ваш бизнес, он сказал, ну, что такое бизнес? Это период от банкротства до банкротства. Вот. Поэтому проблемы, конечно, есть, мы их решаем. Ну, конкретно я говорю, мы, я думаю, что и в целом в Кирове вот ситуация с кадрами плюс-минус там везде одинаковая, где-то сложная. Есть большая проблема для общепита в целом, там, не говоря, там, про конкретное наше заведение, про наше заведение я, есть проблема в целом о том, что люди уходят из профессии, люди меняют профессию, потому что ковид показал, что это не настолько, там, стабильная профессия, где можно, которая тебя обеспечит, там, в какие-то времена, там, турбулентности, да. Да, естественно, там сейчас много очень разных, там, удаленных профессий есть, и, естественно, молодые люди туда стараются уходить, у кого есть в этом интерес, возможности. Но все ведь не пойдут в айтишники, условно, там, говоря. Для многих работа с людьми, а общепит, это работа с людьми, это важная часть жизни, то есть люди приходят, ну, они не смогут просто где-то сидеть там за компьютером и постоянно работать, это не получится. Слушайте, ну, а вот у вас же все равно аудитория сотрудников, назовем это, да, молодые ребята, молодые девчонки, да, ну, и, собственно говоря, то, что видят посетители, это, в первую очередь, официанты, там, совсем молодежь, как правило, да, мы много очень сейчас, там, в торгово-промышленной палате занимаемся вопросами кадров, и мы видим, что проблема не только в том, что, там, демографическая яма была, да, и сейчас их просто физически меньше, и не только в том, что в айти все подаются. Мы видим, что у них меняется система ценностей. Вот то, что вы говорили про деньги, например, да, вот по нашему, по ощущению, у них система ценностей, связанная с этим, менялась настолько, что если, там, для, там, более старшего поколения, чем они, наличие работы, это какое-то, само собой разумеющееся состояние, да, у тебя должна быть работа. Если у тебя ее нет, то ты ее ищешь. У них-то совсем по-другому. Есть работа, нет работы. Такое, какое-то, такое у них, вот, отношение, то есть, ценностное восприятие мира у них, как бы, другое. Вот, вы при этом говорите, что, там, для них материальная мотивация, там, тоже, ну, не самое главное, да, есть ли смысл просыпаться утром, там, да, там, для чего. Вот, вот, с этой точки зрения, как вы на них смотрите, на это поколение? Я понимаю, что, знаете, старшие всегда в более юном поколении находят массу недостатков, да, и поколения, там, проблема отцов и детей имеет место всегда, но мы с вами, как люди, имеющие, там, отношение непосредственно к бизнесу, для нас, собственно говоря, нет тут предмета философских рассуждений, да, это то, с чем мы имеем дело и вынуждены иметь дело и должны использовать это каким-то образом в своих целях. Вот, что про это скажете? Что это за поколение? Я, безусловно, согласен с тем, что сейчас поколение людей, поколение тех, кто, вот, работает, там, начинает работать в 18, или, там, может быть, даже 24 где-то года в этом возрасте, для них работа, это не, не привязано к ней надолго, могут быть не привязаны, там, где-то вообще, то есть полгода тот срок, за который они могут, там, сменить… Несколько. Ну, несколько-то, наверное, нет, но одно-то точно, там, да, могут сменить, для них это вполне нормально, не то, что даже не больно, а вполне нормально, они могут, там, ну, да, они приходят, там, знают, я подработаю полгода, там, через полгода, еще куда-то, да, неважно, нормально. Таких людей много, все зависит от того, как бизнес к этому адаптируется, адаптируется, и с помощью чего бизнес этих людей оставляет у себя на более долгий срок. Да, общий срок пребывания, там, одного сотрудника на месте, он, безусловно, сокращается, я не знаю, там, достиг он предела или нет, я статистикой не интересовался этой, ну, возможно, где-то ее можно найти, он сокращается, и сейчас где-то это плюс-минус, там, полгода, но если ты находишь для сотрудника мотивацию, почему ему стоит, там, задержаться здесь еще 3-6 месяцев больше, они остаются, это далеко не всегда деньги. Ко второму и третьему вопросу, продукты, доступность, алкоголь и, ну, вот эта маржинальность, да, когда поджимают расходы по всем направлениям, что вот здесь, какая ситуация? Здесь, конечно, трудно было в марте-апреле, совсем было непонятно, что происходит, постоянно там менялись и поставщиков цены, и постоянно там были такие ситуации, что какой-то продукт просто там его не было неожиданно для всех почему-то, вот. Сейчас, на самом деле, если говорить про продукты питания, да, там, про алкоголь отдельно поговорим, про продукты питания, если говорить, то более-менее все стабилизировалось, и ценники, они, безусловно, врастали еще там в апреле, в мае, сейчас они упали где-то, ну, там, не на те уровни, которые были еще полгода назад, но плюс-минус там цены по ним хотя бы стабилизировались. Доступность есть. Доступность есть, да, это главное, что есть доступность, есть понимание, что это будет, будет там по плюс-минус там стабильной цене в сезон, там, сейчас еще, например, сезон овощей, по ним там, ну, слава богу, все нормально, все хорошо, вот. Ну, у нас, может быть, по овощам еще все хорошо, потому что у нас есть отдельный свой фермер с грядкой, который для нас выращивает что-то, да, ну, там еще не все подошло, сейчас только зелень там, в основном, да, какие-то вот только... А дальше будут свои помидоры и огурцы? Ну, огурцы-то уже есть, огурцы уже есть, да, вот. Дальше, конечно, там и картошка будет, и что-то интересное. Вот, в этом плане, может быть, нам несколько попроще, но в целом, я думаю, что здесь стабильно на рынке, все уже стабилизировалось. Естественно, цены выросли. Естественно, это перекладывается на конечного потребителя. Ну, это нормальная история. Вы полностью смогли переложить? Нет, мы часть расходов взяли на себя, естественно. То есть маржинальность снизилась? Да, конечно. Ну, и плюс остальные расходы, ведь и коммунальные услуги, и все остальное. Но вообще остается общепит привлекательным бизнесом? Да, пока, да, пока на данный момент. Ну, вот сейчас давайте посмотрим на рядового жителя Кирова, куда у него есть возможность там сходить, как у него есть возможность себя развлечь. Летать куда-то, отдыхать, стали намного меньше. Во-первых, это там стало жутко дорого. Во-вторых, для кого-то важна безопасность, и сейчас там летать не всегда, может быть, безопасно, или где-то даже долго там облетать. И многие просто не выбирают этот вариант. И деньги-то они планировали потратить, деньги пока есть еще у населения. Я надеюсь, что так все и останется, конечно. Вот, поэтому пока на данный момент общепит для людей привлекательным, безусловно. Вот, раз перешли уже к людям, давайте поговорим интересно. Не за весь общепит, за, собственно говоря, ваше заведение, Нобель, офшор, кто ваш посетитель? Как вы вот себе, например, закрываете глаза, и вот как вы такой общий образ его видите? На самом деле так нельзя сказать. У нас даже на одной точке, ну, про какое-то одно из сведений, если говорить, несколько разных категорий людей, которые ходят нам разными. Ну, я понимаю, что Нобель и офшор разные. Я имел в виду, собственно говоря, не одного посетителя. А я даже говорю про Нобель, вот элементарно, если возьмем Нобель, там несколько разных типов гостей, которые приходят. И для всех, для них есть разные предложения. Вот Нобель работает с 8 утра и до 5 утра следующего дня. И один и тот же, там, человек не может ходить в любое из этого времени, ему просто непривычно. Там, у кого-то график строго, там, с 8 до 5, он где-то работает, вечером отдыхает. Кто-то фрилансер, он любит, там, свободный формат работы. У нас есть завтраки, туда приходят, там, люди, например, те, кто тренируется, им нужно, там, качественно позавтракать. Фрилансеры те же, их сейчас немало, это хорошо. Приходят, сидят, работают? Конечно. Они могут вообще работать целый день. Слушайте, ну, вот сейчас поговорим про офшор, с точки зрения аудитории. И следующий будет вопрос мой, который я сам хотел вам задать, но воспользуюсь тем, что есть программа. Кто в офшор ходит? Вообще, что за, ну, там, что за аудитория? В офшор, конечно, больше, офшор более молодежное заведение, чем Нобель. В офшор приходят в основном девушки, которые хотят увидеть красивое место, как-то обрести себя вот в этом красивом месте, почувствовать себя на югах. Себя показать и других посмотреть. Естественно, естественно, не без этого. Вот. Они приходят в основном вечером, в обеды, пофотографироваться, просто посидеть. Ведь Спасская у нас это такой центр города, где можно погулять, там очень круто. Вот. Много разных мест интересных. Давайте поговорим, я думаю, что мы достаточно там про сами заведения там рассказали. Давайте поговорим вот про эту идею вашу открыть летнюю веранду, да, которая вписалась в Спаску. Вот про этот небольшой участок Спаски, который пешеходный там, да, от Казанской до Ленина. И вспомним планы, которые были про всю пешеходную Спасскую. Вот чего вам, как профессиональному управленцу в сфере общественного питания, не хватает в городе с точки зрения инфраструктуры? Зашла бы вся пешеходная Спаска? Была бы она интересна? Или какие-то, может быть, другие есть предложения? Ведь у нас хороший общепит в Кире. К нам приезжают гости, мы всегда гордимся. Я на самом деле очень высокого уровня гостей, всегда знаю, куда сводить. Согласен, много заведений отличных. Много отличных, на разный вкус, как вы говорите, ночью, вечером, утром сходить. Ты знаешь, что есть заведения, в которых ты точно уверен, есть где-то поэкспериментировать можно. Ну, то есть, и все, кто приезжает, удивляются. На самом деле, москвичи искренне удивляются, там, уровень общепита. Вот, это может быть в том числе ведь и фишкой города. Чего не хватает? Что хотелось бы добавить? Вот такой, из пожеланий или даже мечтаний, может? Да, как вам сказать? На самом деле, мы реализовали это летнее кафе, летнюю веранду. И на данном этапе она пользуется большим спросом. Я даже, наверное, так сходу не скажу, там, что бы еще хотелось. Естественно, если бы мы заняли всю Спасскую, было бы здорово. Ну, условно говоря, если бы она стала пешеходной, там, вам было бы интересно, там, рассматривать варианты размещения. Мы же знаем с вами примеры других городов, там, да, Покровка в Нижнем, там, да, и Баумана в Казани, да, там, ну, можно повторять. Мне кажется, что в городе не хватает такого. Я абсолютно с вами согласен. То есть, если там расширяться дальше, вот сейчас Спасская, она небольшая пешеходная, и она практически вся уже занята интересными проектами, каждый проект интересен. Там, кстати, очень много общепита в разных, получается, да, как раз форматах. Вот, но, естественно, если мы расширим, там, пешеходную улицу, будет больше возможности для трафика гостей, естественно, будет больше интереса для бизнеса, чем сейчас. Сейчас ведь там очень трудно припарковаться, вот там, где еще не пешеходная, там очень трудно встать днем. Еще вот если приезжаешь где-то до полдевятого, там, в принципе, пусто, а вот с полдевятого и дальше, там уже все. И если бы там был просто, там, пешеходный трафик, многие гуляют, там, с колясками, с детьми, просто гуляют, потому что красиво. Слушайте, ну вот, не знаю, воспользуемся, опять же, программой, у нас сейчас много обсуждений ведется по поводу, там, 650-летия города, да, и мне кажется, ценность Спасской с точки зрения, несмотря на то, что я сам автомобилист, вот ценность Спасской с точки зрения автомобильного трафика не так велика. Да, наверное. Как город получил бы в случае приобретения, там, полноценного, ну, пусть назовем это, там, разгульно-вятским арбатом, как бы, да, но, собственно говоря, и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения жителей города, мне кажется, это был бы очень такой... Я думаю, да. Я думаю, вот этот небольшой отрезок показал, собственно говоря, там, ну, какой она может быть. Да. Вернемся к общепиту. В целом, как отрасли, в которой вы хорошо разбираетесь, которая является вашим делом, вы открываете необычные заведения. Стараемся, по крайней мере. Это не кафе, там, да, ну, то есть, как бы, да, это такой необычный формат, и причем вы их даже сами придумываете, мы с вами разговаривали, там, да. Вот смотрите. Это вы про дринкерию, наверное, про слово, да, имейте в виду? Ну, в основном, да, конечно, я говорю сейчас про дринкерию, вот, само и название придуманное, и формат, но у меня вопрос, Константин, вот что. Это что, это творчество или ремесло? Что важнее здесь, вот это творческое составляющее придумать или технологичное, технологическое? Одно без другого не существует. Можно придумать очень классный проект, крутой, который привлечет к себе очень много клиентов, гостей, там, в зависимости от, ну, прообщепит гостей. Ну, если там нет систематизации, то это творчество ненадолго, и на творчестве, наверное, денег не заработать никому, там, места рабочие не обеспечить для города. Безусловно, там должна быть часть, там, ремесла, систематизации. Опять же-таки, можно все настроить хорошо, но если нет творчества, то к тебе никто не придет. А как? Вот откуда берется вот эта вот, не знаю, душа заведения? Ведь мы же вот заходим и сразу чувствуем. От людей? Все от людей, да. От людей очень важно, там, для себя изначально понимать, каких форматов в городе нет, что сейчас в трендах, не в Кирове, а в России, в мире. В Кирове, естественно, тут должен приложить руку классный дизайнер, из-за этого там. Слушайте, ну, а вот смотрите, про тренды тоже уточню. Ведь получается, что если тренда нет, ну, его и нет в городе-то. Его в городе пока нет. То есть вы его приводите. Да. Это сложно, кстати. Да. Вот как этот процесс происходит? Ведь получается, что если его нет, и запроса на него нет. Ну, да, кто-то съездил, смотрел, видел, может сходить по аналогии, но получается, что продукт приносите вы, приводите вы, да, там, создаете, и начинаете формировать своего клиента. Как это вот выстраивается? Как угадать здесь? Да здесь не угадать. Мы что, гастробар Нобель открывали, это был там первый гастробар в Кирове со скандинавской кухней, с очень долгим временем работы. Что Дринкерри, это такой первый коктейльный уникальный бар с интересной кухней, там, формата небольших закусок. И то, и другое было вне трендов, там, на тот момент, на момент открытия. И, наверное, никак не угадать. Я, по крайней мере, не знаю какой-то системы, когда можно что-то там придумать и гарантировать. Да, ведь бизнес, это всегда риск определенный, естественно. Но обычное заведение нам конкретно, наверное, не особо интересно открывать. Я говорю просто про нас. На самом деле, открывать там классические заведения там в каком-то плане даже может быть проще, потому что у тебя систематизировано, у тебя есть там понятная аудитория, понятная кухня, достаточно все понятно. Может быть, конкурентов очень много, да, конкурентов много в этом плане, но привычку человека тоже очень трудно менять. И я помню, когда мы открывали гастробар Нобель, у нас там были завтраки сразу же. В то время, это было три с половиной года назад, завтраков в Кирове, ну, практически там днем с огнем не сыщешь. Ну, их и сейчас, прямо скажем, не так много. И сейчас намного больше, в разы больше мест. Ну, если было одно из... Ну, мы не одни были, я, честно говоря, сейчас не помню, там, может быть, еще какое-то заведение было. Ну, мало, мало. Мало, да. Мы же понимаем, что человек, приехавший на вятки, всегда вопрос стоит, куда сводить на завтрак. Вот, сейчас, конечно, их тоже немного, но, по крайней мере, мы тренд этот сформировали, и люди привыкают к тому, что можно недорого, очень вкусно позавтракать в каком-то месте. А если перевести еще свое, там, время, которое ты не потратил на завтрак, то это, получается, в принципе... Ну, да. А если добавить к этому эстетическое удовольствие, там. Спрошу, можете сказать, что не буду отвечать, но... Вы все время говорите «мы». Так. Кто команда? Кто эти «мы»? У нас есть сформированная команда, у нас есть... Я, собственно говоря, есть бренд-шеф Сергея Савиных, есть у нас, скажем так, мой близкий заместитель Петр Коротич, у нас есть там директор по сервису, который занимается только сервисом. Это та команда, которая... Совместно принимает решения? Естественно. Собственники влияют как-то? Периодически. Тоже подкидывают идеи? Периодически. Не без этого. Это же хорошо. Чем... Одна голова хорошо. Нет, чем увлечение собственника, конечно, я согласен. Слушайте, ну, просто, как сказать, в основном-то знают вас как управляющего заведениями. Вы говорите... Мне понравилось, что вы говорите все время «мы». И это, собственно говоря, там видно, что это внутренние ощущения там происходящего. Ну, одному-то это, конечно, так не сделать. Это нереально. Здорово. Значит, вы ориентируетесь в трендах, значит, вы знаете, какие в городе есть, каких нет. Каких нет. Заведений какого формата в Кирове нет, по вашему мнению, но при этом они там есть в других городах. Вы знаете... Именно нет. Я, может быть, не стал бы об этом говорить, потому что, может быть, это будет следующее наше заведение. А, может быть, оно появится. Да. Слушайте, ну, на самом деле, очень бы хотелось, потому что я не зря сказал, когда говорил про достаточно важных, серьезных гостей, что есть куда сводить гарантированно, уверенно, классически, а есть всегда куда сходить с таким вот легким экспериментом, что называется, да, когда ты идешь и не знаешь даже блюда, которые ты возьмешь. Много ездите, наверное, ну, по крайней мере, ездили для того, чтобы эти тренды знать. Да, это необходимо. Смотрите, мы знаем, что есть разные кухни, да, в первую очередь, в привязке к стране, либо к части света, там, азиатская, европейская, что-то еще. Как возникают тренды? Вот есть понимание этого? Почему в свое время сначала появилось увлечение суши в России, потом, ну, пицца, может быть, еще более-менее такой классический вариант? Вот как эти тренды возникают? Помните фильм «Дьявол носит Праду»? Там замечательный был момент, когда рассказывали про то, как возникают тренды в моде, да, то есть, когда... Если честно, я не помню. А там главная героиня говорила, вот на тебе сейчас вот этот свитер, вот этого цвета, и ты думаешь, что ты выбрала его, потому что он тебе понравился, и стоит он там, не очень дорого. На самом деле, несколько лет назад, значит, там, на неделе высокой моды там-то был показан коллекция, в которой как раз впервые появился этот цвет, и вот теперь он дошел до тебя, значит. Вот что-то такое там была ситуация. Как возникают, формируются тренды в кулинарной моде? Все же, я думаю, как и везде, здесь лидеры мнений, которые начинают пробовать что-то интересное, что-то новое, также путешествуют. Да, ведь у нас, в принципе, город не такой большой, и, наверное, всех лидеров мнений там мы знаем... Ну, без Инстаграма стало сложнее. Ну, плюс-минус, плюс-минус. По крайней мере, раньше люди там ездили, сейчас же есть там ВКонтакте, туда тоже все постят, да, это... Люди раньше ездили точно так же, делились своими мнениями, пробовали, если им там нравилось, заходило, те, кто на них подписан, они этим же самым там увлекались, и отсюда все и приходит через лидеров мнений, через многократный гастрономический опыт, когда ты один раз пробуешь. Вот знаете, как с оливками, например, на самом деле оливки практически там с первого раза никому не нравятся, когда их пробуешь, а потом со временем ты пробуешь, 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 и... Ты чувствуешь их вкус. Я, Константин, специально, наверное, я не могу не спросить, кто придумал сделать оливки в клярике? Если честно, я не помню. Вот знаете, я не помню. Ну, кто-то из нашей команды. Слушайте, это уникальное, просто блюдо, я не знаю, что... Ну, вот, видите, ну, кстати, оно очень популярное, оно, правда... Потому что оно очень вкусное. Ну, оно очень необычное, то есть такого... Да, да, но когда ты видишь в меню жареные оливки в кляре, ну, как бы у тебя некое беспокойство в желудке возникает. Тут, знаете, наверное, не так важно, кто, может быть, это там предложил, обмолвился, важно то, что у нас есть бренд-шеф, который это реализовал так, ну, то есть идея-то, она может быть идеей, Но если она будет невкусной идеей, она останется... Ну, видите, есть... Я, на самом деле, всегда говорю о том, что, как правило, ну, как правило, гениальные идеи достаточно просты. Да? Просты. Но они в том и состоит гениальность, чтобы заставить мозг на абсолютно простую вещь взглянуть там или с другой стороны, или подумать о ней по-другому. Потому что оливка, как холодная закуска, ну, никогда в голову не могло бы прийти, что ее можно пожарить. Ну, это... Представляете, так бывает. А любой может у вас предложить какое-то блюдо? Да, естественно. Мы абсолютно там в этом плане открыты. Дело даже не только в блюдах, а в каких-то идеях, там, касательно маркетинга, там, бара, чего-то еще, там, интерьера. Мы вообще очень свободно это все обсуждаем, открыто в чате, и лучшие идеи как-то дополнительно там прорабатываем, реализуем, естественно. У нас подходит к завершению первая часть программы. Мы должны будем прерваться на небольшую рекламную паузу. Программа «Разговор по делу». В гостях у меня Константин Ившин, Барнобель, Дринкерия Оффшор. Не переключайтесь, будет очень интересный вопрос после рекламной паузы, и мы с Константином продолжим нашу беседу. Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Программа «Разговор по делу» веду я, Андрей Усенко, и у меня в гостях сегодня Константин Ившин, управляющий директор, можно уже сказать, сети заведений общественного питания. Можно. С учетом того, что вы анонсировали практически. Надеемся, что по расширению вашей сети. Константин, вот смотрите, я вообще с интересом отношусь к отрасли общепита, потому что прочитал в свое время в одном из интервью, к сожалению, не могу вспомнить крупного очень бизнесмена международного формата, не российского, а, по-моему, европейца или американца, у которого были разные бизнесы в его холдинге, там и гостиничный, и какой-то туристический транспорт, много. Его спросили, какой самый сложный. И он сказал, это общепит. Я с тех пор стал задумываться, обращать внимание, потому что, ну, действительно, мы же приходим, как бы, в ресторан, да, там, садимся в кафе, и нам кажется, что все так красиво, чинно, степенно. Не очень сложно, ну, приготовил, я же дома тоже вкусно готовил, все же... Все дома гениальные, повара, да. Вот, и вроде все же не сложно, а когда смотришь на цену блюда, думаешь, что я потом разобрал еще на составляющие, тебе кажется, ух, тут так что, и доходность-то вон какая. И многим кажется, что, ну, в общем, не сложно, да. Опять же, там, алгоритмы все есть вроде как. Я даже видел в интернете все эти продажи, там, да, там, купите курс, как за две недели открыть кафе, там, или суши, или пиццерию, там, всякое. Таких расплодилось много, я не думаю, что они приносят реально какую-то ценность. Вот, и я говорю, я с тех пор обращаю внимание, я даже, мне было в свое время интересно, я ходил на кухню, мне было бы интересно, я когда увидел, что творится на кухне, в тот момент, когда в зале все чинно, спокойно, замечательно, я понял, что все далеко не так просто, как это может казаться со стороны. И я в свое время, совсем недавно прочитал интервью с одним из руководителей компаний консалтинга в сфере общепита, который говорил о рынке общепита Москвы. Он сказал, ребята, ну, в течение полугода закрывается 80% открывшихся заведений. Это нормальная статистика, причем почти, говорит, во всем мире, ну, в больших, по крайней мере, городах. Это естественный процесс. Но при этом, если вы все-таки грамотно подойдете к организации, шансы есть. Потому что это ниша, которая возобновляется всегда. Меняется клиент, меняется ситуация. Это не ниша, там, условно говоря, Кока-Колы, которую ты там занял и все, да. Я хочу вас спросить, как человек, который в этом разбирается, что в Кирове? У нас такая же ситуация, я просто не могу оценить. Я не знаю там все открытия. Так ли у нас тоже? И каков наш рынок кировский, вот этот общепита на вас? На мой взгляд, у нас, поскольку в Кирове инвесторы, вероятно, не такие богатые, как в Москве, то они больше держатся за свое детище. И через полгода вряд ли, наверное, кто-то будет закрывать и записывать себе убыток там и открывать что-то новое. Держатся дольше, до последнего стараются там как-то вылезти в операционную прибыль. Вот. У нас открывается очень много заведений. Закрываются, наверное, те, про которые уже и так не говорят. Вообще есть жизненный цикл? Я понимаю, что есть, ну, там, не знаю, долгожители, да, это такие, как бы, ну, столпы какие-то там, исключения. А вообще вот есть такой типовой жизненный цикл? Три-пять лет. Потом обновление надо? Да, надо что-то делать, либо реновацию, либо ребрендинг, либо закрытие-открытие другого формата. Три-пять лет примерно. Либо надо постоянно чем-то удивлять, постоянно что-то доделывать. А что надо, ну, почему? Ну, вот человек же такой леднивое же создание, да, он привык, ему как бы хорошо, он знает, что вот эти там пельмени здесь делают вот так вот и как бы на них ходят. Почему? Что меня, что заставляет меняться? Вы знаете, это как в еде, вот, самый, самый яркий вкус с первой ложки, вторая ложка просто вкусная, третья уже нормально. Четвертая уже, ну, в принципе, там, я это уже пробовал, в следующий раз не закажу. Ну да, да. И у человека, наверное, в любой сфере есть вот это привыкание, и самое, там, первое впечатление, оно всегда самое яркое, потом оно постепенно стихает. Если его не поддерживать с точки зрения, там, бизнеса, то для гостя, да, с одной стороны, может быть, это стабильно, если ты туда ходишь нечасто. У нас есть гости, которые ходят, их немало, кстати, которые ходят каждый день. И если мы их удивлять постоянно ничем не будем, ну, просто придет период, и это нормально, когда этот гость где-то что-то услышит, там, откроется новое заведение, может быть, просто попробует, там, другой формат, может быть, скажет, да устал я просто здесь кушать, там, дома, может быть, позавтракал или что-то еще. Поэтому всегда нужно чем-то удивить. Всегда что-то. И 3-5 где-то в этом периоде нужно обязательно, там, если ты постоянно не делаешь вот эту поддержку для гостей, это нужно делать уже более серьезное обновление. Вот заговорили про гостей, я спрашивал про аудиторию, там, да, мы поговорили с такими, ну, как бы, количественных показателями. А вообще кировский гость, вот он какой? Он доброжелательный, он требовательный, он прощающий или не прощающий? Вот какое он, по вашим ощущениям? Ну, опять же, такие, на самом деле, абсолютно разные гости. Я могу говорить только про заведения, про наши, потому что в зависимости от формата и гости совершенно различаются. У нас очень прощающий гость, очень доброжелательный. Мы сами, там, даже, там, за небольшие какие-то недочеты готовы, там, извиняться, и гость нас, естественно, в этом плане поддерживает. Требовательность не без этого, но куда без нее, если бы не было требовательности, не было бы нового уровня. Именно благодаря тому, что, наверное, гости, там, сами, путешествуя по разным местам, приобретая новый какой-то экспириенс, здесь желают видеть это же самое, благодаря этому растет и щепит нашего города. Вот, и, ну, наверное, вот я бы оценил вот так наших гостей. Ну, они, наши гости при этом, наши гости при этом любят что-то новое пробовать всегда. У нас очень большой спрос на новинки, которые мы еженедельно предлагаем, что в одном, что в другом заведении, на них очень хороший спрос. Люди, там, хотят постоянно пробовать новое, экспериментировать. Это здорово. Не могу не спросить, не стал это делать вначале, но сам не так давно отвечал на вопросы по поводу этих инициатив Госдумы относительно запретом названий на английском языке. В приличных выражениях, пожалуйста, в приличных. Зачем это надо? Ну, зачем это надо, это понятно. Там, ну, как бы в тренде попытаться быть как раз. Я не думаю, что это... Вот вы, как вы считаете, я на самом деле, это понятно, как вы к этому относитесь, да, там у вас оба названия, не самые русские. Гастробар по-русски написан. Ну, Бринкерию тоже можно переписать, но сложно будет понять. Смотрите, я на самом деле пытался-то сказать журналистам о том, что не так надо воспитывать-то молодежь, не этим. То, что вы напишете трактир, не сделает людей, которые туда ходят, более любящими, там, Россию. Хорошо сказано. Работать, ну, с ними надо по-другому взаимодействовать, потому что мы ведь понимаем, что там можно дойти до абсурда, да. Давайте исключим, собственно говоря, импортные продукты и будем питаться только борщевым набором. С запретами не добьешься пользы какой-то. Это вот опять же к вопросу о молодежи, ведь то поколение, которое приходит, для него уже совершенно естественным является международное, абсолютно такое вот ощущение, там, мира большого, единого, там, да, и отсутствие границ. Даже если просто вспомнить, что было раньше, там, в 90-х, условно, там, за джинсами, ведь очень многие рвались за пластинками, за какими-то запретными. Запретный плод, он слабый, поэтому здесь несколько, наверное, не получится. Смотрите, у нас осталось буквально несколько минут. Вот, я бы хотел вас спросить, уже, наверное, такое личное, вот что вам дает эта работа, вот вам, как человеку, как Константину, не как управляющему? Я понимаю, да, это, на самом деле, я над этим думаю постоянно, регулярно, и я очень четко знаю, зачем я именно в этом бизнесе, мне очень нравится дарить людям счастье. Спокойствие где-то, стабильность, удовлетворенность, в основном счастье. И это та сфера, где у меня получается вместе с командой сделать так, чтобы человек, приходя к нам расстроенным, может быть, может быть, просто спокойным, уходил всегда в приподнятом настроении, уходил заряженным на весь день. И вот это ощущение того, что, там, какими-то мелкими шажками удается менять восприятие людей от этого мира, это здорово. Слушайте, вот прямо так, не накормить, не повеселить. Нет, вы знаете, нет, ну, мы вообще, у нас прописано для всех сотрудников, мы нашим гостям не предлагаем еду, напитки. У нас гости не покупают еду, напитки, у нас гости покупают впечатления, у нас гости покупают эмоции, и третье, у нас гости покупают воспоминания вот этих приятных впечатлений и эмоций. Они приходят к нам именно за этим. Еда, ну, безусловно, это все через еду, через напитки, через общение. Слушайте, ну, на самом деле я хочу сказать, что очень рад тому, как вы ответили на этот вопрос, потому что я, в свою очередь, стараюсь приглашать к себе в студию людей, которые занимаются, конечно, очень профессиональным ремеслом, но с душой. И именно с душой. И я веду программу уже там с перерывами несколько лет, и у меня начинает складываться там не просто впечатление, а уверенность в том, что это в том числе, наверное, в значительной степени является, ну, таким залогом успеха. Наверное. Меня в свое время тоже спрашивали, что такое бизнес, творчество это или ремесло, бизнес в целом. И я сказал, что без доли творчества здесь никак не обойтись. И даже не столько творчества, сколько, наверное, влияние самого человека. Вот абсолютно идентичные виды бизнеса бывают на больших конкурентных рынках. Один успешен, второй нет. Все зависит от человека. Константин, спасибо вам большое за то, что приняли приглашение. Спасибо, Андрей, что пригласили. Очень интересный получился разговор, мне кажется. Я искренне желаю, чтобы вот это вот состояние, вот это отношение вы сохранили надолго. Дарите это счастье, потому что совершенно точно могу сказать, что мы его у вас получаем. Спасибо огромное. Заканчиваем. Это была программа «Разговор по делу». Вел я Андрей Усенко. И у меня в гостях был Константин Ившин, управляющий директор «Гастробар Нобиль» и «Дринкерия Офшор». Спасибо, всем удачи. Спасибо, всем добр. Разговор по делу.